Подробнее предстоящую встречу глав МИД в Анкаре, а также перспективы трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Туркменистан обсудим с директором экспертной платформы Баку-Нетворк Юльнарой Мамедзаде. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что к нам подключились. Спасибо. Какие перспективы себе несет эта трехсторонняя встреча? Эта встреча действительно очень перспективная, потому что мы сейчас должны учитывать все процессы, которые развиваются в регионе, в частности, получивший старт после завершения Второй Карабахской войны. Мы говорим о формировании новой реальности. И эта новая реальность, она транслируется не только на Кавказский регион, но и на регион Каспийского моря, на Центральную Азию и даже на Черноморский регион. Мы сейчас видим, как смыкаются очень важные экономические платформы. И именно Азербайджан выступает одним из инициаторов реализации ряда крупнейших транснациональных проектов. И в том числе Азербайджан и Турция формируют очень важный тандем. И вот сейчас тот факт, что после завершения Карабахского конфликта, формирования новой реальности, мы видим подписание целого ряда очень крупных региональных проектов. В том числе мы говорим о подписании меморандума между Азербайджаном и Туркменистаном по поводу месторождения дослуг. Это говорит о том, что сейчас формируется новая энергетическая карта региона, формируется новая транспортная карта региона. Сейчас вот те проекты, которые будут задействованы, мы можем говорить сейчас и о перспективе соединения ряда очень крупнейших транзитных маршрутов, которые будут являться транзитными для осуществления торговых операций между Китаем и Европой, между рядом азиатских стран и Европой. И именно Азербайджан, и в данном случае Туркменистан и Турция выступают неким таким ключевым звеном. Существует ряд очень важных проектов, в том числе лазуритовый коридор, который связывается с Афганистаном. Есть также такой проект, как Каспийское море, Черное море, в котором также задействованы Азербайджан, Грузия, Туркменистан. То есть целый ряд проектов. Также мы можем говорить о том, что Азербайджан, Туркменистан, Турция и другие страны регионы, они формируют своего рода такой технологический хаб региона, учитывая, что существует перспектива прокладки оптиковолоконной линии связи по дну Каспийского моря. То есть существует целый ряд проектов, которые действительно позволяют говорить об очень мощной интеграции, в которых задействованы наши страны, в том числе Азербайджан, Турция и в данном случае Туркменистан. Это очень серьезная связка и выход на Центральную Азию, на Каспийский регион. Действительно, плоскость для сотрудничества, трехстороннего сотрудничества, она огромная. Направлений тоже действительно очень большое количество. Но учитывая последние достижения Азербайджана, в частности в энергетическом секторе, это запуск Южногазового коридора, полное его завершение. И тот интерес, который проявляется со стороны Туркменистана по обеспечению безопасности Турции, энергобезопасности, а следовательно, и подключение к энергетической инфраструктуре, которую создали Азербайджан и Турция в регионе, а также подписание меморандума о сотрудничестве в рамках месторождения Дослух. Каких новых границ может сегодня три стороны достичь в плане энергетического сотрудничества? Кстати, Вы правильно подчеркнули, что Южный газовый коридор, наверное, является таким очень крупнейшим проектом, который позволяет нам сегодня говорить о диверсификации энергопоставок на европейское направление, расширении маршрута. Я, как я уже отметила, о формировании новой энергетической карты региона. Здесь могут быть очень серьезные дополнения с включением целого ряда стран. Безусловно, Южный газовый коридор в основе этого проекта, безусловно, Азербайджан и Турция фигурируют. И это позволяет нам формировать очень серьезный круг партнеров и на европейском направлении. А также, если мы сейчас говорим о Туркменистане, то и Азербайджан, и Туркменистан обладают очень серьезными углеводородными запасами. И в перспективе, возможно, встанет вопрос о прокладке транскаспийского трубопровода, что также будет позволить наращивать энергопоставки по целому ряду направлений, в частности, на европейское направление. Я хотел бы также сказать, что Азербайджан с Турцией очень близкие партнеры. Они надежные партнеры. Они уже реализовали огромное количество межрегиональных, крупных, как транспортных, так и энергетических проектов. И вот, смотря про это, я хотел бы еще больше углубиться в тему энергоресурсов и также месторождения Дос-Луг. Турция, то есть Азербайджан между Туркменистаном, доля распределения месторождения Дос-Луг идет на 30 на 70. 30 Азербайджану, 70 Туркменистану. Какую роль Турция может сыграть в процессе как освоения этого месторождения, так и создания необходимой инфраструктуры именно в Каспийском регионе, по дну Каспии? Кстати, дело в том, что наличие инфраструктуры – это как раз-таки очень серьезный фактор. Дело в том, что Туркменистан как раз-таки вероятно будет опираться на ту инфраструктуру, которая уже была создана с участием Азербайджана и Турции. И именно Азербайджан и Турция вложили определенное количество инвестиций в функционирование этих проектов. И, безусловно, Турция сегодня превращается в такой действительно интранзиктный и энергетический хаб региона. Именно Турция выступает сегодня узловым звеном для вывода транспортных маршрутов на европейское и другие направления. Безусловно, связь, тандем Азербайджан и Турция – это важно учитывать и высокий уровень политического диалога, и тот уровень инвестиций, которые, в частности, Азербайджан вкладывает в эти проекты. И действительно очень мощная сеть транснациональных проектов с участием этих стран. Это позволяет нам говорить о том, что именно Азербайджан и Турция сегодня выступают такими узловыми партнерами и фактически привлекают целый ряд стран по периметру и Каспийского, и Черноморского регионов, и Кавказского регионов к участию в этих проектах. Спасибо вам большое. Спасибо за интересные ответы. Будем надеяться, что сегодня в Анкаре будет заложена основа нового формата трехстороннего сотрудничества. Несомненно. До свидания. А я напомню, перспективы трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Туркменистан мы обсуждали с директором экспортной платформы Баку-нетворк Гюльнары Мамедзадем.